Праздник защитников. Президент Петр Порошенко вручил государственные награды по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Среди них два 18-летних героя Майдана, которые потом отправились на передовую, награждены посмертно. Как честовали тех, кто выполнил свой долг перед Родиной, видела Татьяна Троцко. Погибших добровольцев Андрея Снитко и Сергея Табалу почтили минутой молчания. Награды звания Героев Украины забирали их матери. Им было всего по 18 лет. Андрей Снитко погиб по Деловайскому. Он накрыл собственным телом российскую гранату, спасая жизни своих сослуживцев. Сергей Табала погиб, героически отбивая штурм, защищая диспетчерскую вышку Донецкого аэропорта. Президент отметил, что армия Украины за последние два года стала более профессиональной, а чтобы уровень подготовки солдат постоянно рос, возобновили регулярные учения. Восстановлена большая часть зенитно-ракетных комплексов, закуплено около 10 новых модернизированных радиолокационных станций. Одночас мы высоко ценуем ту поддержку, которую нам надают наши защитные партнеры. Наразі виконується понад 40 контрактів на поставку нам різних засобів обороны. На загальну суму, уявить собі, півтора миллиарда доларів. Наші друзі також надали нам бронетехніку, беспілотні летальні аппарати, прилади спостереження, надані засоби зв'язку. Президент напомнил, що с начала 2016 року на военну службу по контракту принято почти 66 тисяч военнослужащих-добровольців.